В День Победы Артемовский исторический музей представил праздничную патриотическую интерактивную программу «Строки военных лет», посвященную военной журналистике. В рамках мероприятия гости вспомнили журналистов военного времени, фотокорреспондентов и дикторов. Сегодня мы действительно имели возможность познакомиться с этими замечательными именами Михаил Шолохов, Юрий Левитан, Мусат Жалиль и другие. А также увидеть уникальные фотографии военных лет, которые делали именно военные корреспонденты. «Жди, когда других не ждут, позабыв вчера, жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не живай добра всем, кто знает. Нарезусь, что забыть пора. Пусть поверят сыны мои, кто, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино. Напоминь души, приди, если не зайдет, выпьет. Не спеши». Большой интерес у гостей мероприятия вызвали фотоснимки военных корреспондентов, на которых запечатлены лица и события войны. С творчеством одного такого фотожурналиста хотелось бы сегодня вас познакомить. Анатолий Архипович Архипов родом из Харькова. И с 1939 года он работал фотофором редакции «Советской Украины». Но затем он перевели в Москву, где его талант, в иллюстрированную газету. Первые снимки Великой речной войны Анатолий Архипов сделал в мае 1942 года на Юго-Западном фронте. Впервые фотографии опубликованы тоже в 1942 году в декционном журнале «Фронтовая иллюстрация», потом «Сталинград», бояр, за который Архипов был ранен в ноябре 1942-го. Снимал простых солдат, снимал военных начальников. Смотритесь в эти кадры войны, в эти прекрасные и удовлетворенные лица солдат. В рамках программы «Новости 40-х» ведущие зачитывали новости мировые и местные из известных и артёмовских газет времён Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия гости с большим удовольствием подпевали исполнителям песен военных лет. Великой Отечественной войны У незнакомого посёлка на безымянной высоте У незнакомого посёлка на безымянной высоте ПЕСНЯ 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 Мероприятие Артёмовского исторического музея также подарило возможность его участникам ощутить себя в роли военных журналистов. В ходе интерактивной программы артемовцы разных возрастов писали и письмо с фронта, и статью на тему праздника – 9 мая. Итак, давайте статью «Военный праздник». Праздник – День Победы. Провести праздник в шести колонны «Бессмертный полк» и на митинги у памятника «Ковашего Победы Артемовцев». А дальше празднование за семейным столом, общение со своими родными и близкими. И День Победы – это самый светлый и священный день. Всех с Днем Победы. И чтобы всегда над нами было только верное небо. Я сегодня хорошо провел время в музее. Мне понравилось делать фронтовой трагогольник. Мне понравилась песня военных лет. Спасибо вам, Бушария. Я в том числе. Иду всем. Стоит отметить, в зале царила душевная атмосфера. А все благодаря организаторам мероприятия. Которые совместно с творческими коллективами Артемовского постарались образно перенести своих гостей в далекие военные годы. Лучшими силами артемовских артистов, мастеров слова был подготовлен небольшой концерт. Сегодня звучали стихи, песни военных лет, танцы, синенький платочек и так далее. То есть все это создало атмосферу праздника и погрузило всех присутствующих, наверное, в то далекое время, одновременно и грозное, и романтическое. И много сегодня было именно познавательных моментов о журналистах и их нелегкой судьбе во время Великой Отечественной войны. Спасибо. Спасибо.